Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. Ксения Бородина отметила свой день рождения. Как известно, ведущая родилась 8 марта. Ксюшу поздравили любимый муж, семья и подруги. Смотрите специальный выпуск, который посвящен этому событию. Александр Моисеев, как вы помните, явно намекнул, что он не может забыть Ксюшу Соколову, с которой встречался на проекте и за который ушел, когда ее убрали на голосование. И вот в инстаграме Ксюши появилось фото с букетом роз от таинственного незнакомца и комментарий от Моисеева. Так что очевидно, что этот букет роз подарил именно Саша Моисеев и, скорее всего, нас ожидает ее появление в периметре. На телепроект Дом-2 приехала мама Глеба Жемчугова, чтобы навестить, а заодно и поздравить внука с юбилеем. Миша совсем скоро исполнится один годик. 8 марта она отмечала на поляне, где сын устроил для нее и для Ольги праздник на открытом воздухе с приготовлением шашлыков. Как ни странно, но сейчас в семейной паре Жемчуговых царит идиллия. Нет никаких конфликтов. Коля Должанский снял клип на песню с эпичным названием «Варькин рот». В клипе снялись некоторые участники телестройки. Это Тимур Гарафудинов, Глеб Жемчугов и бывшая участница Света Торба. Еще один талантливый участник Дома-2 Илья Яббаров стал постепенно набирать себе поклонников. Если раньше он сидел без работы, то сейчас на него появился спрос и пошли заказы на выступление. Так на 8 марта его пригласили в железнодорожный, где он исполнил свои знаменитые песни про ромашки и про розу чайную. Как мы рассказывали, Лиза Шароха собирается сделать себе операцию по увеличению груди, а пока суд додела, она решила съездить на прием к косметологу. Ей сделали уколы ботокса в лицо, чтобы убрать морщины и добавить в некоторые области красивый объем. Это очень странно, потому что ей всего 23 года, а она уже искусственно поддерживает свой внешний вид. А теперь о том, что происходит на Сейшелах. Там участники проекта продолжают развлекаться. Как пишет Марина Африкантова, Андрей Чуев удивляет нас каждый день. Сегодня мы катались на водных мотоциклах, несколько раз свалились в воду, видимо троих он не тянет или нам всем нужно худеть. В благодарность Чуеву за то, что он вывез своих дам в спа-салон, Марина и Татьяна Владимировна устроили ему спа-процедуры на дому. Марина рассказывает, пригласили любимого Чуя в фешенебельный спа-салон «Яйцо». Мастера маникюра и педикюра «Желток и белок» одеты соответственно на звание. Это она про себя и про свою маму. И про бывших участников проекта. В женский день 8 марта Алиана Гобозова решила выделиться и придумала себе куда более интересное и экстремальное занятие, чем праздничный ужин. Алиана пишет «Дорогие женщины, поздравляю вас с нашим праздником. Я еду покорять свой страх, прыгать с парашютом». Кристина Дерябина показала своего парня. Она его долго скрывала, держала интригу. Несколько раз появлялись слухи, что она встречается с Рудневым, но эта информация была опровергнута и Жене, и Кристиной. Лиза Кутузова не на шутку разозлилась на активистов движения «Стоп Хам». Она оставила машину на 2 минуты, чтобы забрать цветы в магазине. Ей сразу приклеили наклейку на лобовое стекло. Лиза возмущена, что они трогают чужое имущество и хочет на них жаловаться в соответствующие органы. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!